...республики Саха-Якутия приветствую вас в Николаево-Центре. В юбилейной архиве Михаила Ефимовича Николаева, первого президента Республики Саха-Якутия, на открытии мультимедийного зала, представлен здание от Николаева-Центра. 31 год, тому назад, 27 сентября 1990 года, туда провозплошена Декларация о государственном суверенитете Иркутской Саха-Республики. Этот государственный документ положил начало новому отсчету времени истории Якутии, что стало временем исторического обновления. Проведение межрегиональной научно-практической конференции истории развития государственности Якутии в составе России является того живым свидетельством. От имени жителей Аптемского наследия, родины первого президента Республики Саха-Якутия, позвольте поздравить вас с Днём Государственности нашей Республики. Слово для приветствия предоставляется председателю Государственного собрания Ютуберной Республики Саха-Якутия Алексею Ильичу 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 Ильичу. Уважаемые участники торжественного мероприятия, уважаемый Михаил Ефимович, если он нас слышит. Слышит? Слышит, слышит. Слышит? Хорошо. Кричу и сердечно я поздравляю вас от имени Государственного собрания ЛТВ Республики Саха-Якутия, от имени всего депутатского корпуса от своего имени с нашим республиканским праздником с Днём Государственности Республики Саха-Якутия. В общем, сегодня, после возложения цветов нашим удающимся государственным политическим деятелям в городе Якутии, приехали сюда на родину первого президента Михаила Ефимовича Николаева в село Артемск-Сахангалатского улуса для того, чтобы провести научно-прочинскую конференцию и открыть новое прекрасное здание, которое было построено благодаря идее Михаила Ефимовича и способской помощи инвестиционной программы нашего знаменитого контрметалла Республики Саха-Якутия. Я уверен, что в соответствии с новыми деятелями у нас сейчас развивается везде виртуальный мир, молодые люди перестают читать уважные носители, они переходят на цифровые носители. В этих условиях новое здание и то предназначение, которое мы сегодня делаем, в этом здании найдет свое будущее и свое пользование, прежде всего, среди молодежи нашей республики. Михаил Ефимович Николаев всегда очень пристальное внимание обращает к образованию и образованию всего подрастающего поколения и молодых людей. Я в свое время работал в его команде, горжусь тем, что он подписывал меня, членом правительственной республики Саха-Якутия. Много мы с ним обсуждали вопросов по развитию молодежи нашей республики. И он всегда отстаивал эту точку зрения и говорил о том, что наши молодые люди должны быть образованными, прежде всего, получать высшее образование. Ставить задачу в прошлый раз, я бы разговаривал, ведь не менее 50% молодежи республики Саха-Якутия должны получать высшее образование, чтобы быть, прежде всего, конкурентоспособными в наше непростое время. Эту точку зрения он отстаивал, отстаивает и будет отстаиваться. Сегодня мы поговорили о научно-правочистской конференции, вообще о деятельности первого президента в 93-е годы в то непростое время. Дадим отцелку. Очень хорошо, что вы селист приехали. Здесь стоят только главная часть наших участников. И желаю, чтобы все труженики, которые будут работать в этом здании, и все те молодые люди, которые приезжают в детский край, жители села, в том, следы и гости этого прекрасного здания, здесь получали соответствующие знания, соответствующую информацию, и отсюда уезжали настоящими патриотами своей республики. Слово предоставляется министру культуры и духовного развития республики Сахая-Кутия Юрию Степановичу Куплиярову. Добрый день. Сегодня мы открываем виртуальную часть нашей части филиала национальной библиотеки, поэтому здесь, наверное, не так много, но нас смотрит весь мир и весь интернет. Москва, республика Сахая-Кутия, и я думаю, что все друзья нашей республики. Действительно, мир открывается, интернет такой пространства, в котором мы все мгновенно находимся вместе. Сегодня такой торжественный день для нашей республики. Я думаю, что как-то, кто сегодня с умом приехал сюда, гордится тем, что мы действительно находимся во Артемсах, в Николаев-Центре, в библиотеке нашего первого президента. И современная история нашей республики за эти годы, несомненно, связана с его именем. День истории, день воспитания, наверное, патриотов нашей Родины, день, когда каждый может осознать свою гражданскую позицию, является ли он якутянином, является ли он сыном большого народа Сахака. Каждый год, может сказать, и понять, встроен он в нашу жизнь, или где-то проходит как посторонний мимо. Поэтому значительный день, торжественный день. Мы можем, в принципе, всегда в современной истории начинать отсюда, с этого прекрасного святого места, или в этот день посвящать разговорам с новым, новым, молодым, подрастающим поколением о будущем нашей республике. И все имена тех, кому сегодня возлагаем цветы, это история нашей жизни, история нашей республики, это фундамент и пример для подражания каждого молодого человека, который сегодня научился читать, любить свою Родину, и вообще осознавать свою Родину как Личность. И в этом отношении вот это здание будет новым центром, который будет давать фундамент развития всей исторической миссии, которая проживает в нашем Академии. И эти традиции, признание имен наших основателей государственности, возложение цветов, уручение почетных званий в эти два торжественных дня, 27 сентября и 27 апреля нашей республики, это традиции, которые возложило наше поколение. И мы гордимся этим. У каждого поколения своя историческая миссия, а люди живут поколениями. И наше поколение это передает будущим поколениям. Это дорога в будущее. Это наша историческая миссия. Всех хочу поздравить с большим праздником, торжественным и радостным днем. С днем патриотов нашей Великой Республики. Спасибо. Вот после пандемии, говорят, все становились немножко забывки, поэтому прошу меня простить. Чуть было не забыл, где выступают. Жалко, что нельзя выйти из интернета, если бы мы ее. Дорогие друзья, ведь сегодня, ну, мы еще не открыли, а здесь не чуть рано дали кассу. Раз мы все собрались для того, чтобы скоро открыть, то большое пристрой, которое откроет нам будущее, действительно, мир становится виртуальным. У нас музей «Моя история» виртуальная, музей «Ярославская». И все музеи и национальные библиотеки шагаем в их цифру. Цифровое будущее берет нас, и сегодня Николай Центр открывает свое цифровое будущее. Спасибо всем, кто же не приехал, большое, скажем, дороги к нашему филиалу, к нашей библиотеке. С этим, нашему небольшому коллективу, но известному коллективу, хочу вручить привет с нами и в Де цветов от Министерства культуры. Пожалуйста, где у нас директор? У нас где-то открывается такой большой дворец. Я думаю, что часть работы можно вообще здесь начинать работать. Дорога отличная, да? Отличная. Да, я потратил небольшое количество времени. Вообще приятно, да, когда у нас есть руководство и губернаторида собрать все люди, которые связаны с историей нашей республики. И мне, как министру, только, наверное, чаще надо бывать здесь. Да? Мы всегда приглашаем. Дверь и библиотеки и у первого президента открыты. Слово предоставляется исполняющему обязанности главы Министерства и водоема Конголас Явуфу Андрею Анатольевичу Варламову. Добрый день, уважаемые коллеги. Алексей Ильич, участники торжественного мероприятия Земля-Киеве. Мы, Конголасы, очень рады, что сегодня, этот замечательный день, День государственности, республики Сахая-Худия, именно в Долине Аркении мы сегодня открываем в нашем Николаевском центре мультимедийный зал. Это виртуальность. Сегодня Юрий Степанович это заметил. Мы рады, что это будет у нас центром притяжения. И, уважаемые друзья, мы благодарны нашим спонсорам, которые стали инвесторами этого уникального проекта. И, конечно, нашим строителям и проектной организациям. Уважаемые друзья, еще раз вас поздравляю с этим замечательным праздником. И сегодня, который у нас будет проходить мероприятие межрегиональной научной конференции, я думаю, сегодня будет открытие именно и начало этого мультимедийного центра. Спасибо. За инвестирование в строительство пристроя зданий Николаево-центра, осуществление финансирования и строительства мультимедийного зала в селе Абдемцы и вклад в развитие культуры и государственности и в Утии, нагромным знаком за заслуги социально-экономическому развитию Хангаласского ВУЗа награждается Александр Егорович Кышкин, генеральный директор акцентного общества Комитета по тракционным метанам и камням в селе ВУЗе. За продав в проектировании строительства зданий комедийного зала Николаево-центра в Хангаласском ВУЗе благодарственным письмом администрации муниципального района Хангаласский ВУЗ награждается Базилий Матвеевич Тимтихьянов директор общества с антритичной ответственностью Ягут проект исполняющий обязанности главы Андрей Варламов Слово предоставляется профессор кафедры конституционной и муниципального права Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилевича Мосова доктору юридических наук Александру Николаевичу Кимкимену Тимтихьянов Кирилевича 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 Уважаемые представители государственного собрания Иуску' Кирилевича уважаемые председатели Конституционного Совета, члены правительства, уважаемые руководители Хангаласского ЛУСа, дорогие гости и представители контакт МЕТА. Сегодня, как было уже сказано для всех нас, очень волнительное мероприятие, привыкновенное государственности, это открытие вот этого прекрасного сооружения, где в режиме мультимедийном мы можем узнавать о нашем развитии. И для нас очень важно, что мы сегодня, участвуя в научно-практической конференции, которая инициирована первым президентом республики Михаилом Ильичем Николаевым, даем определенный старт в столетию нашей республики, которая была основана Платоном Аюнским, Максимом Амосовым, Степаном Маржаковым, Исидором Бараразовым, Алексеем Широким и их саратовым. Хотел бы отметить, что на самом деле День государственности имеет очень глубокий смысл. Это связано с тем, что мы 27 сентября 1990 года приняли декларацию о государственном суверенитете в Ягудской САГСССР. И этот фундаментальный документ был принят Верховным Советом Республики 12-го статуса во главе с Михаилом Ильичем Николаевым. Данный документ стал первоосновой для разработки Конституции Республики Сахар-Иготия, для прописания федеративного договора, который стал основой для разработки уже Конституции Российской Федерации. В этом отношении я хотел бы отметить особо значимую роль нашего лидера Михаила Ильича Николаева, который был инициатором подписания, разработки проекта, вот этого важнейшего документа. И я думаю, что наша декларация, она в основе своей была принята в поддержку декларации о государственном суверенитете России, которая была принята первым съездом народных депутатов России 12 июня 1990 года. И мы знаем, что 12 июня 1991 года впервые был избран президент Российской Федерации ВИЦе Борис Николаевич Ельичевым. Я хочу сказать о том, что Михаил Ефимович одаренный руководитель, который вырос, родился, вырос на этой благословенной земле, на долине Аркемии. И вы видите за окном красивый пейзаж, это родина Талиндархана. Вообще, англазцы дали республике очень много знаковых людей. И в этом отношении я надеюсь, что здесь будет кипеть работа, направленная на воспитание новых лидеров. Безусловно, республика Саха-Якутия всегда была одним из флагманов среди субъектов Российской Федерации. И в этом, конечно же, большая заслуга и Михаила Ефимовича, и его последователей в лице Вячеслава Анатольевича Сырова, в лице Егорова Анатича Борисова и сегодня в лице Айсена Сергеевича Николаева. В этом, конечно же, большая роль Верховного Совета, эстафету, как председатель перенял наш многоуважаемый племент Егорыч Иванов и в последующем уже государственное собрание и УТУМЭ. Сегодня вот присутствует Алексей Ильич Ремеев, новый председатель. Давайте мы его поздравим с вами стал председателем. Пожелаем ему самой успешной работы, потому что мы сейчас находимся в совершенно новом политическом поле. Только что есть новый состав Государственной Думы, 8-го созыва. И я думаю, что впервые среди парламентских партий, к которым мы привыкли, Единая Россия, КПРС, Справедливо Россия, УТУР присоединилась в партии «Новые люди». Ну и одним из лидеров этой новой партии является Сардана Владимировна Ацетева, доморощенная представительница нашего народа. И я думаю, что благодаря ее усилиям, во множестве своем, я думаю, новая партия преодолела 5-процентный парьер, который позволил сегодня им иметь уже 13 депутатов СУСКУ. Поэтому я думаю, что в республике Сахар-Якутия есть очень достойное представительство. Это и Танчикова Галина Иннокентьевна, которая прошла по линии партии «Единая Россия», и Амонсов Федор Викольдович, который выиграл по домандатному округу, и Григорьев Юрий Накентьевич, который был руководителем фракции «Справедливая Россия» в госсобрании и избрался от Забайкальского округа. Это тоже стоит дорогого. Я думаю, что в том числе Федор Семеншко-Музов, который позволял региональную группу «Справедливая Россия». Вот эти 5 депутатов во взаимодействии, членов Совета Редерации, будут работать во благо республики. Ну и в 2022 году мы вместе с вами будем отмечать столетие. Я хотел бы призвать каждого из вас в конструктивной и слаженной работе, в единстве власти и народа, потому что это очень важно сегодня. Ну и хочу пожелать сегодня успешного поведения нашей конференции. Хочу поблагодарить программный комитет, оргкомитет за ту работу, которую они провели. И уверен, что данная конференция вызовет большой интерес. Ну а я этому большому кораблю хорошего плана. Всем фута под телем нахтаза. Для вручения символического плеча приглашается застройщик мультимедийного зала Николая Центр, директор общества с ограниченной ответственностью, производственная строительная фирма «Бабастрой» Семен Янович Капитонов. Дорогие члены правительства, представители ОКМ «Метан», администрация ОКМ «Улса» и зрители ОКМ «Улса». Поздравляю вас с днём 12-й республики Саха. Объект готов, несмотря на пандемию, которая распространилась по всей нашей великой Родине. Подобный знак разрешите. Ответное слово предоставляется заведующим Николаев Центром библиотеки архива первого президента республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева Наталье Петровне Капитоновой. В руках у меня символический ключ, который откроет наш мультимедийный зал. И этот мультимедийный зал, я очень надеюсь, как сказали предыдущие наши выступающие, уважаемые, почётные наши гости, о том, что мир, который меняется, который, говорится, мультимедийный, И вот этот зал станет таким символичным, не только символическим ключом, а ключом для открытия для себя истории народа Саха, историю развития государственности нашей Якутии. Итак, говоря, значит, слава и благодарности на открытии, хотелось бы поблагодарить, конечно же, нашу главу республики Саха-Якутия Сергеевича Николаева, правительство республики Саха, которые приняли обращение Михаила Ефимовича Николаева, в 2018 году построить мультимедийный зал, пристрой к зданию Николаева Центра. И эту миссию, миссию финансирования взяла на себя акционерное общество, Комитет по драгоценным металлам и камням, и ранний директор Пычкин Александр Егорьевич. Хотелось бы поблагодарить и передать слова искренней, сердечной признательности, потому что, когда закладывали первый фундамент пристроя, Михаил Ефимович сказал такие слова, что отнеситесь к строительству этого пристроя сердечно, с пониманием и ситуацией. Конечно же, и хотелось бы поблагодарить главу нашего района Харбалаский УОЗ, благодарю муниципальное образование, Актюмский наследие и сотрудников Николаев Центра, потому что без их участия, без их ежедневного, и даже в последнее время очень такого напряженной работы, а также не состоялось бы открытие. Также хотелось бы поблагодарить Национальную библиотеку Республики Саха, так как Национальная библиотека является нашим главным офисом, и мы являемся, то есть Николаев Центр, библиотека архив первого президента, является филиалом Национальной библиотеки. Если я заглянусь совершенно коротко в историю, предысторию, 2002 год Михаил Ефимович открывает при Национальной библиотеке отдел государственного высшего должностного лица именно на своей родине, в школе, в образовательном учреждении Актюмской лицеи. В 2007 году открылось вот это здание, и заведующие, которые тоже вынесли все это, сделала это, Светлана Петровна Реева здесь, под руководством Светлана Андреевна Санцоновой, работали единым режимом, единым фронтом вот таким вот, да, поэтому я очень тепло и сердечно приветствую вас сегодня на открытии еще одного другого этапа развития Николаев Центра библиотеки, актива мультимедийного зала. Итак, поблагодарю, и в конце, вот единым фронтом, вот таким вот образом мы работали, чтобы открыть сегодня мультимедийный зал. Особая благодарность нашим подрядчикам, застройщикам, Семену Яновичу Капитонову, который, значит, сейчас выручила мне вот такой символический плюс, и пусть этот плюс откроет нам новые знания, историю о государственности нашей родной республики. Поздравляю вас с Днем Государственности, с Днем Принятия Декларации о Государственном Суверенитете Республики Сахар-Якутия. Спасибо.